Майнкрафт 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 должны были стать Рой Ли и Джил Мессик. А это далеко не последние люди в Голливуде, которые на двоих стояли за Монстр Версом, а Но, Лего фильмами, Как приручить дракона и много еще зачем. В 2015-м WB даже выделили 150 миллионов на производство фильма, режиссером которого должен был стать Роб МакКелхенник. Хотя он в первую очередь известен как актер, и поэтому кандидатура была спорной. Год спустя стартовало даже предварительное производство и было объявлено, что фильм выйдет в 2019. Но и этому не суждено было сбыться. В итоге авторская группа распалась, сценарий начали полностью переписывать, а студия занялась поисками нового режиссера. Кстати, изначально планировалась адаптация в формате анимационного проекта. Однако в ходе проработки новых версий сценария было принято решение снимать именно фильм. И тут мы подходим к финишной прямой, потому что в 2022 году было объявлено, что Джейсон Мамоа сыграет одну из главных ролей в предстоящей экранизации. Режиссером ленты станет Джаред Хесс, который, если честно, не может похвастаться знаковыми проектами. Актерский состав фильма постепенно разрастался, и в начале 2024 года стало известно, что Джек Блэк также пополнил каст. Сами съемки начались в январе этого года и уже завершились, продлившись три месяца. Правда, за исключением ролика, приуроченного к 15-летию игры, и отдельных фото со съемок, создатели пока неохотно делятся информацией. И в целом понять их можно, потому что адаптация игр всегда непростая история. Ведь суть каждой из них заключается в геймплее, через который игроки узнают мир и движутся по сюжету. Фильмы сами по себе ограничены в инструментах, поэтому с экранизациями чаще всего не все так гладко. Не стоит списывать со счетов, конечно, и роль сценаристов, и режиссеров в этом процессе. При этом попытки перенести игровые вселенные на экран продолжаются уже не одно десятилетие. Мортал Комбат, Принц Перси, Лара Крофт, Варкрафт, Дум. Этот список можно продолжать очень и очень долго. Однако современный геймдизайн подарил нам шедевры, которые по сути сами представляют собой игровой фильм с продуманным сюжетом, драмой и запоминающимся сеттингом. В пример можно привести последних из нас, которые хоть и не везде идеально, но великолепно перенесли в формат сериала. Или недавний Fallout, который и представляет собой сложную ролевую игру в открытом мире, но экранизация вообще побила все рекорды Amazon. Но как можно экранизировать Майнкрафт, который представляет собой песочницу, где игрок может делать вообще все, что хочет? Еще и с фирменным кубическим стилем. Сейчас будем разбираться. Конечно, визуал самый большой вопрос, когда речь идет об экранизации Майнкрафта. Кубическое окружение делает его в принципе сложным для переноса на большой экран с живыми актерами, не говоря уже про восприятие тех, кто вообще не знаком с игрой. Поэтому первоначально и планировалось сделать проект анимационным, упростив тем самым задачу при производстве. Однако, когда стало известно, что нас ждет полнометражный фильм, вопросов стало еще больше. Первое, что приходит на ум, это повсеместное использование зеленого экрана вместо натуральной съемки. Практика в целом не новая, но часто это приводит к тому, что в середине фильма начинает тошнить от плохо проработанной картинки. И дело здесь не только в бюджете, а в самом подходе студии к созданию эффектов. Хотя в случае с Майнкрафтом такое желание казалось бы оправданное из-за сложности восприятия кубического мира. Но, как мы знаем, хорошие проекты не ищут легких путей, поэтому, судя по кадрам со съемок, авторы как минимум задались целью нормально адаптировать игру. На слитых фото видно, что для фильма были построены деревья из блоков в натуральную величину. При этом, судя по тому, как их перевозят, получились они довольно увесистые. Многие поклонники пишут, что невозможно поверить, что этот фильм реален. Однако мы все видим своими глазами. Но, кроме деревьев, в закрытых павильонах можно рассмотреть и деревянные блочные дома, которые игроки обычно строят в качестве убежища для первой ночи. Обратите внимание, что вместо фона используется незеленый экран и принт с игровым окружением. Кроме того, можно заметить, что локации в фильме будут разные. На одном из фото легко можно рассмотреть зимнюю местность, которая также состоит из блоков. Естественно, что без зеленого фона не обошлось, однако радует, что он не используется повсеместно. По первому поздравительному тизеру также можно оценить кирку и меч, который использует Momoa и Black. Справедливости ради нужно отметить, что выглядят они вполне неплохо и проработанно. Кроме того, если обратить внимание на фон, то он также выполнен в кубическом стиле, хотя это совсем не бросается в глаза. Иными словами, дизайнеры постарались максимально приблизить стиль игры к более-менее реалистичному виду. Конечно, подобные фото и окружение, хоть и кажутся, мягко говоря, необычными, но при этом вызывают неподдельный интерес к тому, как это будет выглядеть на экране. И, откровенно говоря, смотрятся они пока что вполне приемлемо. Второй серьезный вопрос касается внешнего облика героев. В игре, как мы знаем, все персонажи были квадратными или угловатыми. Однако, после объявления актерского состава в сети процветало народное творчество, изображающее актеров в мире игры. Правда, использовались при этом кадры из других проектов, поэтому с реальностью у них мало общего. Да и кубических аспектов там не было. На данный момент точно неизвестно, как будут выглядеть герои на экране. На фото со съемок никто из актеров не был замечен в гриме, а также не попадались квадратные части тела из реквизита. Поэтому тут варианта два. Либо герои будут так называемыми попаданцами, которые окажутся в мире Майнкрафта, либо же будут соответствовать окружению и станут кубическими. В последнее верится с трудом, потому что это слишком радикальный шаг, который многих просто может оттолкнуть. Вспомните хотя бы историю с Соником, первый образ которого просто взорвал фанатское сообщество и в итоге был полностью изменен. А вот вариант с попаданцами кажется вполне реальным. Согласно ранней версии сценария, нам должны были рассказать о девочке-подростке и ее друзьях, которые пытались спасти свой мир от дракона Края. Каким-то образом они попадали в мир Майнкрафта, чтобы найти в нем ключ ко спасению. Неясно, какая часть оригинального сценария в итоге сохранилась, поскольку его несколько раз переписывали. К тому же не раскрываются и роли актеров, чтобы предположить, как развернется сюжет. Исключение, конечно, Джек Блэк, который буквально на днях выложил весьма информативный ролик у себя в соцсетях. В своем посте актер лукаво сообщил, что он будет играть Стива в предстоящем фильме. Сначала мы видим радугу и слышим пение Блэка, а затем он входит в трейлер с надписью «Стив» и широко улыбается. Для понимания, на большинстве рекламных материалов Майнкрафта изображен кубический герой в голубой футболке и синих штанах с киркой наперевес. Это и есть Стив, который при этом является одним из скинов по умолчанию доступных для игроков современных версий игры. Хотя мы помним его как первого персонажа на момент релиза, у него нет официальной предыстории, поскольку он задуман как аватар игрока. Поэтому вполне логично, что Блэк сыграет именно Стива, с которым у многих ассоциируется Майнкрафт. Однако он может быть не центральным героем, а лишь одним из них. Тем более, что в составе проекта есть Джейсон Мамоа, который был объявлен первым в каст фильма. В представлении он не нуждается, поскольку снимался во всем, начиная от Аквамены и Игры Престолов и заканчивая Форсажем и Дюной. Однако его роль в сюжете неизвестна, поэтому он с легкостью может сыграть как героя, так и главного антагониста. Тандем Мамоа и Блэка на первых ролях выглядит отлично. Оба харизматичны и явно не обделены комедийным талантом. Но почему-то многих не покидает ощущение, что нас ждет версия Джуманджи во вселенной Майнкрафта. Герои попадают в мир игры и пытаются выбраться из него по пути, встревая в разного рода неприятности. При этом интересно, что в актерском составе фильма не заявлен ни один ребенок, что также заставляет провести аналогию с Джуманджи. Хотя возможно, что такой путь единственный, который позволит адекватно экранизировать оригинальный мир Майнкрафта. Кстати, оценить его мы сможем менее чем через год, а именно 4 апреля 2025 года. Учитывая, что основные съемки закончены и сейчас вовсю идет пост-продакшн, переносов пока не планируется. Нам очень интересно узнать, что вы думаете о предстоящей экранизации. Получится ли достойный проект, или авторы просто хайпят на популярности игры? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, а также напишите, играли ли вы хотя бы раз в Майнкрафт или нет. Ну а на сегодня это все, друзья. Увидимся в новых видео совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok